В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Я вас всех приветствую. А вначале мы узнаем, будет ли ветер перемен. Днем плюс 6, плюс 11. В горах местами плюс 1, плюс 6 градусов. Ночью и утром на дорогах местами Галалидиса. В Черкесске без существенных осадков. Ветер южной четверти 6, 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, плюс 2. Днем плюс 9, плюс 11 градусов. Необходимости сохранения генофонда старых сортов плодовых культур черкесских садов было посвящено мероприятию, прошедшее во Дворце культуры аула Хабес. Участниками круглого стола стали как знатоки сельхозотраслей Хабесского и Адыхабльского районов, так и эксперты из других регионов страны. Подробности у Артура Мхце. Мало создавать что-то новое. Необходимо сберечь то лучшее, что есть. Такого мнения придерживаются все, кто принял участие в заседании круглого стола в Хабесском Дворце культуры. Сохранение генофонда старых сортов плодовых культур черкесских садов. Для обсуждения этой темы приехали в том числе эксперты из Адыгеи. Это отбор, это селекция сотен лет. Поэтому сохранить ту культуру, те наработки, которые существовали, они сегодня есть у каждого народа и в каждой местности. Для того, чтобы сегодня в связи с изменяющимися природными климатическими условиями, сегодня начали поворачиваться, понимать цену всем этим вещам, потому что это будущее. Нередко решение многих вопросов скрывается в простом желании действовать. Можно сколько угодно рассуждать о той или иной проблеме. Но без конкретных шагов к цели все разговоры окажутся бессмысленными. Представители Карачаево-Черкесии хотят восстановить ранее популярные в регионе сады. С этой целью они обратились за помощью к специалистам филиала Института растениеводства имени Вавилова. И те, имея богатый опыт, пошли навстречу. Черкесское садоводство ранее располагалось повсеместно и в Карачаево-Черкесской республике. Но сейчас, к сожалению, садов каких-то таковых не осталось у нас. В основном остатки этих садов располагаются на территории республики Адыгей и в Краснодарском крае. В настоящее время в республике есть несколько вариантов для воссоздания старых садов. Как обещают организаторы мероприятия, будет сделано всё возможное, чтобы сохранить то лучшее, что когда-то было наработано и развивалось стараниями многих поколений. Артур Мухцелек Малхожев, Вести Карачаево-Черкесия, Хабес. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск Вести Северный Кавказ. Затем вашему вниманию будут представлены программы русской редакции. А в 14.30 вместе с Муратом Джанкиозовым смотрите Вести. Удачного продолжения дня и хороших выходных.